добрый день дорогие телезрители в эфире программа интервью сегодня у нас в гостях легенда кыргызского телевидение блестящий аналитик он вел программу джит и ген свое время бердибай саматов здравствуйте здравствуйте ширин мы наверное поговорим о сегодняшней журналистике роли телевизионной миссии телевизионной журналистики особенно аналитической телевизионная журналистика обязана телезрителя подтягивать до уровня интеллектуала серьезного разговора о ситуации стране а ситуации в обществе недостаточно это мягко говоря я так думаю телевидение вообще обязана воспитывать человек не будем говорить учить его жизни да учить его правильным взглядом на жизнь сегодня сожалению этого катастрофически не хватает цифровой формат телевидения очень много телевизионных каналов каналов которые сегодня работают завтра работают послезавтра их нет они вот такое появление одномоментное появление в эфире их ни к чему не обязывает требовать от них какого-то ровного постоянного стабильного воспитательного процесса невозможно это может сделать только один канал сейчас у крызов как я думаю я просто уверен есть на уровне днк до демократии демократизм исторические генетические такой есть демократизм чувство демократии и чувство толерантности для крызов это естественно но когда это же демократия привносится извне и наслаивается на наши национальные до возможности национальные генетические такие возможности плане демократии начинает приобретать искаженный вот поступательное развитие журналистики есть единственное ну может быть это не единственное но это недостаток скажем с одной стороны журналистика молодеет ну то есть журналисты очень многие журналисты сегодня но мало знает о жизни мало знают людей мало знает обществу не знают многих законов правил положений да вот и в этой жизни в обществе тем не менее они пытаются об этом говорить есть это особенно новостных выпусках хорошо не разобравшись до конца бывает что ляпают но это вот уже ляп но он проходит потому что у каждого канала есть свой зритель и он проглатывает ничего такого хорошего мнения журналистика эта профессия стала проходной журналистика стала слишком доступной да можно сказать что это стало проходной такой профессии слишком доступны и в том смысле что свое время чтобы попасть в журналистику человек должен был отработать два года после школы где-то на каком-то производстве где-то побывать в экспедиции в лаборатории поработать накопить опыт как минимум двухлетний стаж работы потом брали документы на факультет журналистики вот без этого на факультет журналистики никого не принимали а свежий взгляд сверх свежий взгляд всегда может быть даже у пожилого журналиста есть свежий взгляд надо только поменять ракурс большую часть своей жизни отдали именно к трк телевизионной журналистики в то время когда вы работали это был государственный канал сейчас он стал общественным да но с одной стороны у государства должен быть наверное какой-то рупор какое-то поле для ведения своей государственной политики с другой стороны это общественный канал вот эту грань если рассмотреть многие так думаю что общественный если он называется общественный канал то это и есть абсолютно свободный от государственных интересов канал нет общественный канал я в свое время и готовил даже проект перри перевода нтрк в общественный канал принципе на его основании потом мы переходили на общественный формат весь канал до который работает на идеологию определенного круга людей есть другой канал он у него свои зрители у него свои спонсоры свои инвесторы он работает на его идеологию это же сегодняшние реальные наши от этого никуда не уйдешь почему государство правительство не имеет такой возможности не должно иметь к трк он изначально создавался и и до конца он должен работать именно в этом плане пусть он хоть десять раз общественный интересы общества гражданского общества сегодняшних программах к трк не исключается вместе с тем дается и правительственная точка зрения и это правильно и отстаивать идеологию государства в котором мы живем да кто-то должен пишите статьи до аналитические статьи в основном мы какие темы сегодня я работаю в основном в ведомственной журналистике так сложилась жизнь что последние несколько лет я работаю в ведомственной журналистике и это тоже нужно это тоже необходимо для газеты я пишу да газеты я пишу то там но я выбираю сам тему какую-то это будет чем какая-то злободневная может быть актуальная тема попадается допустим я пишу а вот допустим что парламенте что в правительстве что как ведет себя гражданское общество и так далее и так далее кто с кем и как работает на кого работать и так далее эти вещи я анализировал давал и все это публиковалось может быть я говорю как говорят многие да но и я так считаю то что прожито мной прожито я думаю нормально мне уже было тогда 32 года когда я пришел в журналистику за плечами у меня был опыт и работы в школе в разных производствах там и даже в администрации района и так далее так далее много было но я все это собрал в кучу оставил сторону и пришел журналистик это с 87 года я пришел и стал работать 30 лет на я себя никогда не видел никаким не министром не каким-то премьер-министрами и так далее так далее я я всегда себя ощущал журналистом довести до людей свою правду то что я думаю вот это я пытаюсь донести если допустим анализ ситуации анализ данных по какому-то моменту историческому моменту сходится на одном если он мне подходит меня это радует но я об этом говорю если он даже мне не нравится тем не менее я говорю потому что анализ дает результат и этот результат я не имею права скрывать я об этом говорю каким должен быть журналист и как вы использовали в свое время этический кодекс журналиста и как он сейчас вообще используется не используется по вашему пространению достижение есть в кыргызстане как слово свобода до недостижимые для многих наших соседей свободу слова используют своих интересах зарабатывать на этом деньги и все то что там человек получил после этого инсульт или инфаркт это уже никого не волнует это интерпретируется то есть используется только в интересах определенного круга людей и здесь уже сложно сказать что это было и что это был истинный поиск истины поиск правды там что это было сделано во благо и так далее спасибо вам большое берзба за то что уделили время пришли к нам сегодня вам крепкого здоровья желаю спасибо вам тоже успехов удачи спасибо это была программа интервью напомню что сегодня мы беседовали с легендой кыргызского телевидения с блестящим аналитиком берзбаев саматовым оставайтесь с нами с вами была я ширина санакунова до скорой встречи